Сегодня в среду 8 февраля в 6.12 утра в оккупированном Донецке был ликвидирован главарь банды Сомали Михаил Толстых, известный под кличкой Гиви. В его кабинете произошел взрыв. По сообщениям оккупационных властей, предварительная причина взрыва – теракт. Позже так называемое Министерство обороны Фейкового ДНР обвинило в ликвидации террориста Гиви, естественно, украинских силовиков. Отметим, что Гиви стал уже девятым главарем террористических банд на Донбассе, который был ликвидирован за последние полтора года. Так, ранее были ликвидированы командиры бригады террористов «Призрак» Алексей Мозговой, лидер оплота Евгений Жилин, главарь батальона «Спарта» Арсений Павлов по кличке Моторола, один из первых главарей ЛНР Валерий Болотов, так называемый начальник народной милиции ЛНР Олег Онищенко. Еще после подрыва Моторола и всех остальных я неоднократно озвучивал с самого начала этого конфликта, если ты строишь бандитское квази-государство, то жить ты будешь, конечно, хорошо, но недолго. Вот, собственно, и все. Ничем другим это закончиться не могло. Это исторический процесс. Если начинаешь строить вот такие квази-государства, то все причастные к этому потом очень быстро помирают. Ну, предупреждали же дураков. Думаю, что в дальнейшем будут ликвидированы все заметные фигуры, так или иначе. Кто это делает, я не знаю, мне, собственно говоря, и неинтересно. Допускаю, что может быть причастна и спецслужба России, и спецслужба Украины, а могут быть и внутренние разборки. Это может быть кто угодно. Так или иначе, с арены будут устранены все. Моторола и Гиви – два главных медийных персонажа Российско-Украинской войны, олицетворяющие народные низы. Все остальные полевые командиры были рангом повыше и биографией почище. А эти двое были олицетворением того, как нужно делать, чтобы из Иванушки-дурачка стать Иваном Царевичем. Билет до Ростова, граница, автомат и окоп. В борьбе обретешь ты право свое. Кто был никем, тот станет всем. Этот тандем был тем более примечателен, что Михаил Гиви Толстых, в нем по замыслу олицетворялся, украинский повстанец, уроженец Иловайска, служивший в украинской армии с началом войны, ушедший на фронт, защищать Донбасс от хунты, ролевая модель для самых уроженцев оккупированных регионов. Арсен Моторола Павлов уже был профессиональным воплотителем судьбы российских добровольцев, приехавших помогать Братскому Востоку, нарушивших дружбу народов антифашистская коалиция Интербригада. И сейчас ведь даже не важно, кто отправил их на тот свет. Были эти ребята из украинских спецслужб, или бомбу заложили люди Захарченко, или в Кремле решили, что мертвый ополченец полезнее, чем живой, это уже не имеет значения. Убийство обоих этих супчиков – это деконструкция всего этого мифа, который создавался на протяжении последних двух лет. Этот миф гласил, что удаль антифашистская способна вынести тебя из грязи в князи, щедро одолеть славой, женой, деньгами, и что правильная модель поведения – это поверить телевизору, встать с дивана и добраться до Донецка. А ведь теперь не будет ничего. Ни памятников, ни памяти. Останется страничка в российской Википедии, но никто не может гарантировать, что подпись под этим фото не изменится в тот момент, когда история снова сделает зигзаг. Остальным этого не досталось. В конце концов, что мы помним о Пономареве, о Сдрилюке, о Пургине, о Маковиче, Березине, Безлире. Единственное, что нам нужно о них знать, так это то, что благодаря им на свет появилась новая Украина, новая украинская армия безопасных иллюзий, такая, какая есть сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok